У меня сейчас будет коротенький прямой эфир с Машей, это мой один партнер по производству косметики. И эфир будет на тему нейминга, того, как сложно, как важно выбрать ход, когда вы выпускаете свой личный бренд косметики. И ход, это вилка между тем, чтобы быть личным брендом, использовать свое имя, и между тем, чтобы придумать какое-то название, которое к вам, возможно, вообще никакого отношения не имеет, независимое, и вложить силу, время в раскрутку не личного имени личного бренда, а какого-то независимого названия. Вот, у меня через полчасика мастер-майнд на тему концентрации с свежим потоком, поэтому мы постараемся с полчасиком с Машей успеть все это рассказать. Девчонки, меня слышно? Поставьте кнопки, пожалуйста. Потому что пока Маши нет, я не могу проверить. В общем, пока я жду Машу. У нас, наверное, максимальное количество времени ушло с ней на то, чтобы решить вот эту вилку. Как лучше, личный бренд или нам нужно запустить название гедонист, мы хотели. И мы хотели его запатентовать, сделать все товарные знаки. И я говорю, ну, гедонист это 100%, потому что я транслирую гедонизм, я пропагандирую, проповедую гедонизм уже столько лет, столько сил у него вложено. Но давай уже использовать это слово в названии бренда, потому что, ну, люди, которые, по крайней мере, за мной следят, они к нему приучены. И, наверное, 2-3-4 месяца мы думали, что мы будем называть бренд гедонист, пока наши технологи, вчера вы видели в старой Светлану, это наш технолог, разрабатывали мы с ней на заводе составы, тестировали. То есть у нас было достаточно времени, прежде чем заказать этикетку и начать заказывать дизайн. Наверное, да, ну, меньше полугода, но явно больше двух месяцев на это ушло. И, знаете, это такой период внутреннего морального торга, когда тебе кажется, что если назвать бренд своим именем, то, во-первых, ты больше не сможешь его уже назвать по-другому, то есть это не всегда. Во-вторых, это влияет на узнаваемость. Узнаваемость, как вы понимаете, она в какой-то момент может очень сильно утомлять. И героизм. И можно вообще в какой-то момент устать что-то делать под своим именем. Можешь при отверстие. Поэтому мы в свое время склонялись взять гедонизм и создать товарно-косметический знак. Привет-привет, дорогая. Привет. Привет. Так, рада видеть всех. И рада в том числе. Сегодня такой день какой-то, да? В какой фазе луна хотелось бы узнать? Не знаю. У меня просто первый день отпуска. Мой отпуск выглядит примерно так, что я просто позволила себе дневной сон на 3 часа. Вот и есть отпуск. Все остальные по-прежнему. Но я уже потихоньку начала. Я пыталась вспомнить эти муки выбора. Вчера как раз я писала пост, что самое сложное в этой жизни и самое трудозатратное – это выбор. И я помню эти бесконечные разговоры, когда мы по 5 часов на телефоне с тобой просто пытались вслух рассуждать, что же удобнее. Вот. Я, если честно, не помню, почему мы решили делать бренд Рада Русских, а не гедонист. Ты помнишь? Ну, конечно. Я помню. Потому что… Все, ты передаешь мне слово? Да. На самом деле нейминг, да, вообще и название любое – это один из самых важных процессов. И, в принципе, это с того, с чего начинается сама компания. Меня хорошо слышно? Потому что немножко как-то заедает. Слышно хорошо? Хорошо. Вот. То есть с нейминга начинается сама компания. Я позволю себе такую ассоциацию, как рождение ребенка. То есть как к этому процессу подходят к выбору имени ребенка. Но на самом деле, когда ребенок родился и когда имя ему дают, уже до этого произошло огромное количество процессов. И предназначение, и выбор, и генетика, и все остальное. Так вот, так вот, сам процесс выбора названия нашей компании, конечно, он крутился вокруг Рады. И мы думали о том, что все-таки нужно делать гедонист, потому что это такое название обширное. Его можно прикрепить и к косметике, и к женской, и к мужской, и, в общем-то, ну, как-то мы остановились на Раде по причине того, что это точно отражает суть. Суть концепции вообще. То есть Рада – это имя, Рада – это уже бренд. И тогда, когда мы с тобой, ну, в принципе, я тебе и сразу предложила, давай Рада, давай оставим Рада русских, а ты как-то немножко говоришь, давай все-таки, может быть, на гедонист. И я дала тебе время подумать. Потому что у меня есть уже разный опыт с неймингом. И есть компании, которые сначала придумывают миг, а потом… А у тебя уже все было создано, и легенда, и история, и самое главное – это твой потребитель, который при слове «Рада» он точно знает, что за этим словом стоит качество. То есть это уже такое имя нарицательное. Поэтому тот опыт, который был у меня, и он показывает одно, что есть имена, в которых потом нужно будет вкладывать очень большое количество денег. А здесь эти деньги уже вложены. То есть так как ты развиваешь свой собственный бренд, личный бренд, ты уже вкладываешь финансы давно в свое имя. И, в принципе, клиенту-потребителю, который знает тебя, ему очень легко ассоциировать косметику с твоим именем. Вот. Поэтому мы остались на Раде. Получается, это время и деньги, по факту. Потому что ты же деньгами не отделаешься, да, даже если бы мы назвали каким-то новым словом, то мы бы тратили много времени и денег, чтобы его как-то поставить на ноги, этого ребеночка. Да, сто процентов. Там, я помню, такое название появилось там «Ля Петти Марселье». Вот вообще, о чем оно, да? Ну, то есть слышно, что что-то французское. Слышно, что что-то французское. А вообще там он переводится, по-моему, «Маленький Мерселец» это название. То есть и легенда, понятно уже, ассоциативный ряд человек, что заложено что-то французское, что, скорее всего, это французский бренд и так далее. Но для того, чтобы как минимум мы смогли это выговаривать и запомнить, как люди, как потребители, нужно было такое огромное количество рекламы выкрутить на центральном телевидении. То есть вложить туда очень большое количество денег. И поэтому у нейминга всегда два пути. Или ты делаешь хороший нейминг и вкладываешь в него деньги, или ты уже берешь нейминг, или сначала делаешь личный бренд, и уже на это имя прикручиваешь, в принципе, любой проект, который есть. Разница только в том, что когда ты раскрутил свой личный бренд, ты никогда, ну прошу за слово, как бы не захочешь накакать в него. То есть ты всегда даешь то, что откликается твоему сердцу, ты всегда понимаешь, что ты делаешь это для пользы, для определенной, и ты не хочешь точно свой весь труд, свое создание испортить каким-то некачественным продуктом. И, конечно, те компании, которые созданы на личном бренде, они, ну, в основной массе своей будут качественными. Да, я, знаешь, я помню этот наш с тобой разговор, что когда ты идешь на личном бренде, вообще гораздо внимательней. Вся команда работает в сторону сервиса, в сторону скорости реакции, потому что любой косяк команды или кого-то, кто работает с тобой, с твоей компанией, какие-то посредники, еще кто-то, это сразу же на тебя отражается, потому что человек, он же не будет, там, не знаю, да, например, когда Wildberries задерживают посылку, они же злятся на меня, а не на Wildberries. Вот, и это обязывает. Конечно. Естественно, и ты руку держишь на пульсе везде, во всех направлениях. Да. И я вчера, у меня был опыт, мы заказали еду в Delivery. И я все время, когда пользуюсь какими-то такими крупными сервисами, угораю по поводу того, что там вообще, это как будто бы компания-робот, то есть там нет никакой службы поддержки, и невозможно с ними связаться. Возможно, только у них что-то купить, и это такая черная дыра, и если что-то пошло не так, то с ними связаться невозможно. И у меня было уже несколько промахов с Delivery. Можно сравнить это с компанией Победа. Ну, то есть если что-то пошло не так с компанией Победа, то ты можешь им позвонить, ждать 40 минут, пока тебе ответят. За каждую минуту ты платишь 70 рублей, даже пока ты прозваниваешься. Ну, то есть это невозможная обратная связь. И вот, наверное, когда мы идем по личному бренду, это такой антипод вот таким крупным компаниям, в которых чат-бот – это робот-бот. То есть когда вы даже описываете там какие-то ситуации, вы переписываетесь с роботом, который просто по скриптам вам отвечает, и по факту он не может среагировать, ну, полноценно на какой-то запрос, или вам что-то подсказать, или помочь. И вот личный бренд – это такой антипод для меня, что здесь придется работать с любой кочкой, если вдруг было какое-то обращение. И вот у нас даже есть знаменитый случай, с которым мы до сих пор расплюхиваемся, когда девушка неправильно воспользовалась средством. Она купила у нас гидрофильное масло для умывания, не поняла вообще, как им пользоваться, прочитала два слова из двадцати и нанесла его на всю ночь. И у нее котру было раздражение. И вот она полгода уже пытается нас потопить, ходит по всяким инстанциям, вот, заблочила нам кучу отзывов. И вот мы даже за такие кочки отвечаем, потому что, как бы, поскольку это личный бренд, то теперь моя проблема, что человек не понял. Реально. Ну, то есть у меня есть проблема, что человек не понял. И это достаточно серьезная проблема, которая высосала из меня очень много сил, потому что я не знаю, как ее решить, например. Но будь я каким-нибудь деливери или победой, то меня бы это никогда не коснулось, потому что была бы роботизированная служба поддержки, она бы туда просто кидала все свое недовольство полгода, и я бы об этом никогда не узнала, потому что эти сообщения бы до меня не нашли. Вот. И это, пожалуй, обратная сторона, да. Вроде вы делаете личный бренд, доверие повышается. С другой стороны, до вас долетают стрелы, это сокращает дистанцию с клиентом, с потребителем, и в какой-то момент это может быть для вас тоже, ну, как-то некомфортно, возможно, когда вы вырастете, или если будут какие-то, ну, погрешности во всем процессе. Вот там пишу, что Самойлова об этом не слышала. Ну, знаете, Самойлова как раз-таки, на мой взгляд, не является личным брендом, то есть это такое, ну, это как Ким Кардашьян, то есть она может уже продавать название Самойлова кому-то, хотя, возможно, она так и сделала. Может быть, с кем у нее там контракт с Magnet Cosmetics, может быть, просто Magnet Cosmetics, предложили купить ее имя, сами все произвели, сами все подают, а она просто продала им свое имя, потому что, ну, блин, знаете, просто я не уверена, что у людей вообще столько есть денег, чтобы запустить производство, которое есть в 7 тысячах магазинов, в наличии, на складе, в остатке, и сделать это за, ну, то есть с первой волны, да, то есть она как только запустилась, сразу же там буквально через несколько месяцев ее косметика появилась в каждом магазине Magnet Cosmetics, это около 7 тысяч магазинов. Ну, соответственно, это большие инвестиции, скорее всего, что это коллаба какая-то, да, и мы, когда проект Эмви строили, тоже у меня была такая идея о том, что еще до того, как Вера Брежнева сделала свою косметику, у нас были даже с ней переговоры, и мы встречались, и там несколько рекламных каких-то моментов, то есть я понимала, что с ней мы быстрее вылетим на рынок, но тот человек и ценник, который нужно было ей платить, соответственно, там контракты совершенно другие, их денег и уровней, вот. Он, честно говоря, поднапрягал, но я понимала, что можно пойти каким-то другим путем. Катя. Дальше ты немножко ключ, сейчас снимаю. Вот, поискать выходы. Так что, да, еще, наверное, по неймингу стоит сказать вот тем ребятам, кто сейчас, ну, предпринимателям, девушкам, кто вообще думает о том, чтобы открыть свою компанию, не только косметическую, а вообще любую какую-то, что все-таки нужно подумать в первую очередь, как, то есть самый первый вообще запрос, кому вы это будете продавать, потом эта платформа бренда, мы, кстати, вернемся в прямых эфирах к этим темам, но это все равно, это как вот, как генетический код перед тем, как ребенку давать. То есть в любом случае нужно об этом продумать, потому что действительно компании, которые мы сегодня знаем, они на слуху, в них вложено огромное количество денег. И, допустим, если брать вот мой кейс Эмви, у меня не был раскручен личный бренд, да, я занимался совсем другими вещами перед тем, как вообще завести Инстаграм и пойти в косметику, то есть это всегда было производство, поставки и так далее, некогда было этим заниматься. И не каждый, конечно, может вести личный бренд. Не у каждого есть такие способности, мы все на эту землю приходим с разным предназначением. Вот. И, конечно, нужно четко понимать, или ты ищешь большое количество денег сразу, или оно у тебя есть, или у тебя есть инвестор, ты привлекаешь инвесторов, то есть в принципе есть разный путь. Вот. Или ты раскручиваешь свой личный бренд сначала, а потом уже нанизываешь на него компанию. Или ты находишь человека, у которого он раскручен. И на самом деле сегодня наш с тобой путь, он самый легкий для нас обоих. Вот. Создание косметической компании. Самый легкий для нас обоих. И в принципе любой человек может найти кого-то себе в партнеры, поискать. Сегодня много людей, кто раскрутил уже свой личный бренд, но не знает, как производиться. Он не понимает, как сделать производство, как нанять команду, сколько более там, да, сколько всего нужно отстроить. И процесс производства – это отдельная песня. Тоже, я думаю, мы его коснемся. Поэтому я считаю, что наш путь самый легкий. И нам он хорошо дается. Каждый закрывает свою нишу обязанностей. И мы это делаем. По поводу нейминга. Можно это сделать самостоятельно. Можно обратиться в агентство. Тоже можно на эту тему поговорить. Вот. У меня тоже есть разный опыт. И вот с радой это опыт, когда мы не стали обращаться в агентство. Хотя, кто знает, может быть, когда-то мы решим перерасти в какой-то концерн, да, и решим объединить там все вместе под одним именем. Вот. Но можно обратиться в агентство. Лучше, конечно, обращаться к профессионалам. Потому что имя – это такой важный очень момент. Оно должно быть звучное, легко произноситься, легко писаться, легко на английском языке, чтобы человек, потому что потом подвязывается сайт, соответственно, все социальные сети под имя. И когда там имя с какими-нибудь, ну, на английском языке сложностями, да, то есть, когда человек не помнит, как это звучит, и он набирает поисковое строке, да, то есть, он может просто не попасть конкретно на сайт. Конечно, оно должно быть уникальным, отбиваться от конкурентов. Вот. То есть, есть некоторые параметры, которые нужно использовать при нейминге. Кстати, мы не сказали об этом, что если у вас личный бренд, и вы используете свое имя, и вы компанию там на ярлычке, на этикеточке вы свое имя пишете, то вы можете не торопиться с регистрацией товарного знака, потому что по закону никто не может отобрать ваше имя, особенно если оно какое-то чуть более сложное. И вот ты мне объясняла тогда, что если какой-то дурак решит меня обогнать и зарегистрирует бренд Рада Русских и начнет что-то производить под моим именем, то у меня будут все козыри в суде, потому что никто не имеет права просто так взять мое уникальное имя, врожденное, использовать там, даже если это какой-то псевдоним, которым я очень-очень много лет пользуюсь уже. Вот. Но если, например, мы бы выпускались под названием гидонист и вовремя его не закрепили за собой, то кто-то мог бы зарегистрировать этот знак и мы бы уже ничего не могли сделать, потому что по факту у нас нет никаких привязок к нему. Это еще одна отдельная прям песня, отдельная статья тоже об этом. Те, кто думает о том, что делать свою компанию, нужно четко понимать, что, в принципе, товарный знак регистрировать нужно. Потому что рано или поздно может возникнуть какая-то другая компания, потому что мы регистрацию товарных знаков постоянно проходим, ну и с другими компаниями люди ко мне обращаются. То есть, кажется, там вот мы пытались сейчас зарегистрировать компанию с названием Ambion. Ambion. Для другого проекта. То есть такого названия нигде нет. Но он созвучен там с каким-то названием другим. Причем оно иностранное, и причем оно не рабочее. То есть его кто-то когда-то зарегистрировал, там 10 лет назад оно стоит, это название, и нам его не дали зарегистрировать. Ну, то есть, там выкатили нам вот такой список рисков, и мы понимали, мы сейчас вложимся, целый год оно будет регистрироваться, в итоге нам патентное бюро даст отказ, и это точно ни к чему не приведет. Поэтому здесь почему вот важно, если вы и обращаетесь за помощью к услугам, кто занимается неймингом, чтобы они сразу в обязательном порядке смотрели доменное имя, пробивали в патентном бюро, то есть возможно ли регистрация товар-товарного знака, потому что даже если компания сейчас маленькая, то неизвестно, что будет через год, через два, кто-то может вас опередить, потом вы со своим именем выйдете, а зарегистрировать вы не сможете. У нас отдельная песня, потому что не каждый пользуется своим именем для создания компании, но все же это такая прям глубокая тема, нейминг, над которым всегда в начале пути нужно потрудиться. Давай еще про временные рамки немножко объясним по рискам. Я вижу как, так что раскрутка независимого названия и раскрутка личного бренда, если вы сейчас на моменте выбора, то есть у вас еще нет личного бренда и у вас еще нет компании, и вот вы сейчас сидите и думаете сами или с будущими партнерами, а по какому пути нам пойти, будем ли мы развивать кого-то там из компании личный бренд или мы просто общее название и всей командой на него работаем. мне кажется, что время не уйдет одинаково. То есть, например, если у вас сейчас нет ничего, да, то вам не поможет выбрать временной какой-то, ну, как это сказать, временной показатель вам не помощник, потому что я помню момент, когда я решила развивать личный бренд, у меня, кстати, на ютубе лежит тренинг, когда я еще давно-давно в Екатеринбурге преподавала визаж, я давала девчонкам тренинги, я там давала тренинг по трем основным типам развития себя внутри сферы услуг, это когда я хуже, чем клиент, второй, я равно клиент, и третье, я лучший клиент, я же люблю всякие интервентивные системы, и вот как раз развитие личного бренда, оно было в категории я лучший клиент, как это переводится, что вы должны все время быть превосходны, ну, то есть во всем, да, вот такой эталон проживания или эталон профессионализма в какой-то сфере вы прям вау, у вас все должно быть по высшему разряду, и я всегда объясняла студентам, что если они пойдут в эту категорию, это очень много дел, очень много сил, вы не можете быть просто профессионалом, вы еще должны прекрасно говорить, вы должны прекрасно выглядеть, вы должны не бояться никаких видео, фото, вы должны быть супер вообще энергичны, круглосуточны, днем и ночью никогда не уставать, быть роботом, в общем, потому что личный бренд это такая круглосуточная работа, я всегда предупреждала студентов, что вы туда, пожалуйста, раньше времени не суетесь, потому что там еще очень много моральных всяких, скажем так, дополнительных нагрузок, и вот это видео лежит на ютубе, как раз ему, наверное, лет 5-6, вы можете его посмотреть, и в тот момент я была в категории я равно клиент, то есть я работала напрямую с клиентом, ручками, у меня было прямое касание, у меня не было личного бренда, кроме Сарафана, то есть мое имя знали по Сарафану клиенты, определенная прослойка людей в среднем городе Екатеринбург, я не была в Инстаграме плотно как-то известно, у меня было меньше 10 тысяч подписчиков, и я начала развивать личный бренд, только когда Золотого Яблока предложили мне подписать контракт и стать их топом, и я понимала, что если я захожу на должность официального визажиста сети по России, это серьезно, это была одна из самых лучших вообще позиций, как топа или наемника, и я понимаю, что мне придется стать звездой срочно, и вот в этот момент я уже понимаю стратегию, то есть я знала стратегию, я просто начала по ним бежать, чтобы дойти до симпатичного уровня, у меня ушло где-то 4-5 лет, и чтобы развить вам любое другое название, у вас тоже примерно столько же уйдет, у меня был пример очень классный, есть девочка в Екатеринбурге, у них бренд одежды ушатала, это две девочки, Нино и Алиса, они взяли частично буквы из фамилии, и получилось ушатала, и вот это пример, как люди развивали ну, не личный бренд по факту, потому что большинство даже не знают, то есть все знают этот бренд, но никто не знает, кто его делает, по-честному, и вот они начинали тоже где-то лет 5 назад, и я вижу, что за 5 лет они очень круто раскрутили независимое название, но когда я с ними общалась, мы работали много лет вместе, я спрашивала, девочки, ну вот вы свои миллионы уже вытащили, ну, то есть это супер известный бренд последние 2-3 года, достаточно крупный, потому что вообще сейчас есть в России, их можно сравнить с Твелл Сторис, например, ну, такими как бы раскрученными русскими брендами, они говорят, нет, мы вообще не вытаскиваем деньги из компании, мы все вкладываем, то есть они зашли в компанию, понимая, что они много лет вообще не вытащат оттуда деньги, потому что все, что они зарабатывают, они в оборотку вкладывают, развивают команду, вкладываются в нейминг, а что такое нейминг, это когда у тебя самая большая часть, это не производственный отдел, а это креативный отдел, который тебе делает контент, да, контент, реклама, фото, видеоматериала, и девчонки были сами всегда на окладе, то есть у них человеческий оклад, который там не превышал особо 100 тысяч рублей, и вот они спокойно на него жили, они говорят, у нас все в обороте, мы развиваем компанию, и вот они все, что у них было, много лет вкладывали в то, чтобы это имя стало на слуху, у них ушло там, может быть, три-четыре года, чтобы классно стартунуть, примерно столько же у меня ушло, чтобы мое имя более-менее начали узнавать, и по-честному я поступала с деньгами очень похоже, то есть все, что у меня было свободного, я все время тратила на контент, на тренинги, да, ну, чтобы самой быть более внятной по речи, по смыслам, на внешность, на эмоции, да, которые необходимы, чтобы я, во-первых, контент могла какой-то транслировать, во-вторых, чтобы у меня были моральные силы вообще в принципе что-то транслировать, и здесь вообще я пока что не увидела никакой разницы, если вы до сих пор еще, да, никуда не вложились, вы можете выбрать максимально честный, удобный для себя, лучшего пути по-честному, наверное, нет, ну, какого-то, того, на который бы я ставила, больше или меньше. Еще вот момент, тоже важный, многие могут подумать о том, что, ну, в принципе, без разницы нейминг, да, типа, есть разные примеры компаний, которые, ну, назвались яблочком и взлетели, да, а есть там супер люди много там трудились над неймингом, и при этом они никуда даже и не двинулись. В любом случае нейминг очень важен, да, то есть он очень важен. Я сейчас приведу вот один пример, чтобы можно было как-то так вот встряхнуть голову и понять. У меня есть там приятели, в которых они производят чувашеский трикотаж. Ну, типа, и когда с ними начинаешь говорить о том, что чувашеский трикотаж, надо поменять нейминг, ну, и у вас вырастут продажи там в тысячи раз, если это будет, ну, образно, 12 stories, то люди говорят, ну, наверное, это не важно. Ну, конечно, посмотрев на название чувашеский трикотаж, ну, кто пойдет за чувашеским трикотажем? И вот здесь нужно понять, что нейминг отражать суть. Суть, хотя есть компании, которые сути не отражают, ну, допустим, Борг, да, то есть никто, ну, то есть вообще никто даже там не понимает, что такое Борг. Мы все только знаем о том, что это типа немецкое качество. Это, кстати, еще одна из фишек по поводу легенд, которые накручиваются на имя, о том, что, я думаю, что вы многие знаете, что Борг это вообще российская компания и российское имя, и просто раскрученная легенда, что это немецкое качество. То же самое, как там Карло Пазолини, не знаю, Александра Монзони, Литуаль, Эльдебатэ, это все русские бренды, и многие даже об этом не знают, что корни, это российские корни, и сами названия, может быть, они не отражали ничего, но они должны были быть вот такими какими-то звучными, дерзкими, короткими, и в общем, о чем я, о том, что нейминг это важно, и не нужно выходить на рынок с названием чувашески, это навряд ли даст ту целевую аудиторию, которая должна прийти к вам, потому что вы же уже о целевой аудитории подумали, прежде чем идете в нейминг, вы уже понимаете, кому вы будете подавать свой товар, вы уже генетический код положили. Ну да, это я помню, что в 90-е, когда вот этой спекуляцией все занимались, я уже была в осознанном состоянии, ну в смысле я соображала, что происходит вокруг, и я помню, как люди придумывали какие-то сумасшедшие названия, типа все французское, все итальянское, а это где-то там за углом что-то шилось, и люди хавали, потому что до этого вообще ничего слащей репки не было, им только скажи, что французское, и они такие вах, и все, и сразу покупают, да, можно использовать какие-то уже намоленные эгрегориальные слова, что они... Я до сих пор некоторые компании не знаю, там, допустим, Эрих Краузе, для меня это четко немецкие ручки, Эрих Краузе, это русская компания, ребята. Ну вот они все, они все же в 90-е были созданы, то есть все хотели прикрыться иностросами, что типа у нас импорт, и поэтому вот они за 20 лет стали крупными конторами. А лайфхак-то он же прост, ты просто едешь в любую страну мира, где ты хочешь создать легенду, открываешь там компанию и регистрируешь товарный знак на компанию в этой стране, и ты становишься немецким брендом. Супер. Эрих Краузером, да, а по факту чай Гринфулд просто сыпется в Санкт-Петербурге, а мы все думаем, что он английский. Ой, блин, это только к самому смаку подошли, нужно закончить, потому что у меня сейчас мастер-майнт по концентрации, но мне кажется, был такой маленький смачненький эфир, знаешь, как вишенка на торте, прям такой аккуратненький, аккуратненький. Ну все, всех любим, постепенно будем смашивать вам, открывать секреты, вот, наша цель, чтобы много-много женщин создали стартапы. Я все время угораю и говорю, раньше все хотели мужа обогатого, а теперь все хотят стартап. Вот, поэтому мы будем в том направлении с вами идти максимально в пользу. Ну все, всем счастливо, выложим обязательно и на Ютубе, и в Инкограме. Все, пока-пока.